Островок стабильности среди хаоса администрации Трампа. Человек, который давал те советы, которые президент обязан услышать. Так о Джеймсе Мэттисе говорят и республиканцы, и демократы. Единственный человек из администрации, на которого Трамп никогда не кричал. Так говорят про Мэттиса сотрудники Белого дома. С президентом Мэттис регулярно обедал и пытался внушить импульсивному главнокомандующему свою точку зрения на то, какими должны быть отношения с зарубежными партнерами и потенциальными противниками. Трамп четырехзвездного генерала всегда слушал, но не всегда слышал. После полутора лет совместной работы, напряжения и противоречия между хозяином Белого дома и шефом Пентагона начали усиливаться. Последней каплей стало решение Трампа вывести войска из Сирии. Решение неожиданное, которое вызвало удивление и недовольство не только внутри страны, но и среди зарубежных союзников США. В четверг в три часа дня Мэттис встретился в овальном кабинете с Трампом. Это была последняя попытка убедить президента США не выводить воинские контингенты из Сирии. Разговор длился недолго. Трамп уступать отказался, и Мэттис передал верховному главнокомандующему заявление об уходе. Как пишет сегодня американская пресса, письмо министра обороны стало, пожалуй, самым громким публичным демаршем среди высокопоставленных сотрудников администрации 45-го президента США. США остаются незаменимой страной свободного мира. Мы не можем отстаивать наши интересы и эффективно играть эту роль без сохранения сильных альянсов и без проявления уважения к союзникам. Я считаю, что мы должны демонстрировать решительность и однозначность в нашем подходе к тем странам, чьи стратегические интересы все больше противоречат нашим собственным. Очевидно, что, к примеру, Китай и Россия хотят перестроить мир в соответствии с их авторитарной моделью, приобрести право налагать вето на экономические и дипломатические решения других стран, а также их решения в области безопасности, чтобы продвигать свои собственные интересы в ущерб их соседям, Америке и нашим союзникам. Именно поэтому мы должны использовать все инструменты американской силы для обеспечения совместной обороны. Мои взгляды на то, каким должно быть отношение к союзникам и стратегическим конкурентам, базируются на четырех десятилетиях глубокого изучения этого вопроса. Поскольку вы вправе иметь министра обороны, чьи взгляды больше совпадают с вашими по тем или иным вопросам, я считаю правильным уйти в отставку со своей должности. Я очень ценю данную мне возможность служить нашей стране и нашим гражданам в военной форме. Уже традиционно об очередной отставке из Белого дома Трамп сообщил в Твиттере. Мэттис уходит с отличием. За время его работы совершен огромный прогресс, особенно в сфере закупки новой боевой техники. Трамп и обещал, что уже совсем скоро представит для утверждения кандидатуру нового министра обороны. Тут имеет смысл вспомнить, что за Мэттиса в свое время проголосовали 98 сенаторов из ста. И за два года в администрации Мэттису удалось сохранить поддержку и уважение республиканцев и демократов. Его ценили подчиненные в Пентагоне, в том числе и за то, что четырехзвездный генерал умел отстаивать интересы оборонного ведомства при общении с президентом, который, как говорят в Пентагоне, с трудом понимает собственную роль верховного главнокомандующего. Мэттис – сторонник жесткой внешней политики, у него и прозвище соответствующее – Мэтт Догг, бешеный пес. Именно такой человек и мог сдерживать необузданного главу государства. Урезонивать Трампа было под силу известному трио генералов – Роберту Макмастеру, Джону Келли и Джиму Мэттису. Один за другим они покидают Белый дом. Макмастер уже ушел, Келли дорабатывает последние дни, и вот в конце февраля покинет Пентагон и Мэттис. И кто теперь будет направлять руку Трампа, никто не знает. Глава национальной разведки Дэн Коутс заявил, что глубоко опечален известием об уходе Мэттиса. Один за другим и демократы, и республиканцы высказывают слова сожаления и обеспокоенности. Похожие слова поступают и из-за рубежа. Опасный сигнал, заявил глава комитета по иностранным делам Германии. Тревожное утро для Европы – это мнение сопредседателя Европейского совета по международным отношениям Карла Бильта. Интересная реакция официальной Москвы. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, заявил, что отставка Мэттиса обострит ситуацию в международной политике. А вот замглавы МИДа Михаил Богданов заявил, что уход американского министра обороны – это прямое следствие решения Трампа вывести войска из Сирии. Хотя само это решение, как мы помним, Москва горячо приветствовала. Дональд абсолютно прав, заявил Владимир Путин, как-то все помним. Ну, обсудим эту тему с моей коллегой, директором РТВА Нью-Йорка Екатериной Катрикадзе. Катя, тебя приветствую. Американские СМИ подчеркивают и говорят о том, что Пентагон, все сотрудники находятся в состоянии шока, что это было такое неожиданное решение, что буквально еще пару дней назад никто даже подумать об этом не мог. Но мы здесь, у себя в эфире, говорили об этом, мне кажется, еще несколько месяцев назад. Насколько вообще это было ожидаемо? Конечно, это было совершенно ожидаемо. Никто не удивился, когда вчера вечером как раз ты был в эфире, и ты первым, по-моему, сообщил об этом миру и граду, об отставке Джеймса Мэттиса. Так вот, когда вчера мы вечером об этом узнали, никто не удивился вообще. Просто на самом деле это такой момент важный для нашего анализа, журналистского анализа. Мы понимаем, что есть вещи, которые, например, такие люди, как Джеймс Мэттис, не терпят. Мы можем много говорить о том, он хороший был министр обороны, он плохой был министр обороны, правильные ли у него принципы или неправильные. Но принципы у него точно есть, у этого человека. И совершенно очевидно, что Мэттис из тех, для кого принцип выше лояльности. Вот я сегодня как раз об этом говорила с Тихоном Дзюдковым в эфире, московском сквозном. И мне кажется, это самая важная история сейчас. Она заключается ровно в том, что для Дональда Трампа абсолютно приоритетно является история лояльности. Он собирает вокруг себя людей, которые ему абсолютно подчиняются, которые не возражают. И, как ты правильно упомянул, Мэттис был последним человеком, Mad Dog Мэттис, бешеный пес, который вообще плевать хотел на любые ограничения. Условности он говорил все, что он думал. И Трамп, в общем, был вынужден к нему прислушиваться. Так вот, сейчас мы оказались в ситуации, при которой нет ни одного человека, который способен возразить. Именно поэтому Денис сейчас во всем мире без преувеличения такие достаточно тяжелые раздумья посетили политиков. Потому что, например, в Китае очень честно и откровенно говорят официальные представители, они заявляют, что, слушайте, мы понимали, что ждать от Мэттиса. Мы понимали, что он собой представляет. Хорошо это, плохо ли. Неважно, мы знали, что этот человек может сделать в тех или иных ситуациях. Вот Трамп, это ситуация, при которой ничего невозможно предсказать заранее. Ровно поэтому некий шок. Хотя, еще раз повторю, это было, в общем, конечно, ожидаемое решение президента Соединенных Штатов. Особенно после того, как он отправил в отставку Джона Келли. Тоже такой не слишком лояльный, видимо, глава аппарата, бывший теперь уже. И после того, как он отправил Джеймса Сэшнса. В общем, будет сколочено правительство около трамповского единства. Я предлагаю подключить к нам в прямой эфир эксперта нашего политолога, профессора Джордж Таунского университета Эндрю Качинса. Есть ли у нас такая возможность, дорогие коллеги? Эндрю, здравствуйте. Эндрю? Здравствуйте. Да-да, Эндрю у нас по телефону. Давайте прежде всего разберемся, в чем основные противоречия были и остаются, пока дорабатывает свои последние два месяца Джеймс Мэттис. Ведь, как пишет, например, писал в своем письме, несогласие с политикой Трампа в отношении зарубежных партнеров. Да, но с другой стороны, Дональд Трамп пытался выбить на саммите, например, в НАТО финансирование этого альянса. И опять же, в заслугу тому же Мэттису Трамп поставил то, что он помогал в этом. В чем основные вот эти точки несопрекосновения, в чем основные точки разногласий между Мэттисом и Трампом? Давайте попробуем понять. Ну, конечно, я думаю, что было очень много противоречий между президентом Трампом и генералом Мэттисом. Но сначала, особенно в первом году администрации, я знаю, что Трамп слушал и очень высоко уважал генерала Мэттисом. И потом, когда-то, в течение второго года администрации, Трамп, он устал генерала Мэттиса и не хотел слушать на него. И нам это казалось, что не был вопрос, когда, но не был вопрос, будет ли уйти Мэттис. Это был вопрос только когда. Но как это получилось в той неделе из-за решения по Сирии, это было, конечно, очень плохо. А почему это плохо? Понятно, что президент выводит войска из Сирии, и понятно, что министр обороны, в общем, не согласен. Разве это достаточно повод для того, чтобы хлопнуть дверью и уйти? В чем были глубокие противоречия между этими двумя мужчинами, на ваш взгляд? Ну, сначала президент Трамп, он говорил в первой кампании, что он хотел кончить войну в Афганистане, он хотел закончить войну в Сирии, он только хотел продолжить обороны после ИГИЛ и так далее. Но что случилось? Почему я сказал, что это плохо? Это потому, что никто в администрации знал об этом решении по выгоду американских военных на этой неделе. До того, как Трамп сам сказал об этом. И даже наш исполнительный дипломат Джеймс Джеффри. Он сам не знал об этом, и даже он говорил в Вашингтоне с нашими союзниками один или два дня до этого, и потом получилось такое решение. Ну, я думаю, что вот почему все наши союзники и даже, может быть, все в мире, они смотрят на администрацию Трампа и невозможно предсказать, что это будет. Потому что господин Трамп, он может говорить что-то один день, и в следующий день будет другой. И вот почему это жалко, что уходит Мэттис. Это потому что, ну, говорят, что Мэттис был самый взрослый, может быть, последний взрослый человек. Да, об этом писали американские СМИ. Знаете, вот в продолжение образа Джеймса Мэттиса, который был создан, да, сначала все, ну, либералы, по крайней мере, его критиковали, называя Mad Dog, да, бешеный пес. Потом говорили, нет, ну, он такой принципиальный человек, это интересно, он хороший, потому что он, как бы, придерживается принципов, единственный оставшийся принципиальный военнослужащий, командующий, да, вот, например, для некоторых немецких политологов и обозревателей, читался немецкую прессу. Потом было сказано, что вот единственный взрослый, оставшийся в окружении Дональда Трампа. А вы знаете, я тут слышала странный слух, что Джеймс Мэттис не просто так из принципа хлопнул дверью, ну, или, может быть, так совпало, но у него, дескать, есть в планах идти на выборы президента от республиканской партии в 2020 году, и, дескать, вице-президентом он предложит никого иного, как Никки Хейли, тоже уходящую представителя Соединенных Штатов Организации Объединенных Наций. Вы бы могли себе вообразить вообще такую картину, это реально? Никки Хейли, как следующий вице-президент, может быть, возможно. Но я сейчас, сегодня мы все стараемся догадаться, кто будет следующим секретарем обороны. Я думаю, что это будет очень трудно Трампа найти очень опытного человека делать это. Смотрите на то, что случилось после того, как ушел, объявил дженерал Келли уйти из администрации. Потом Трамп не мог найти способного человека. Это вот почему есть большая, как сказать, забота здесь о том, что будет. И вот, может быть, я думаю, что это вращение по Сирии, это было, как сказать, это был последний момент. Последний капли, да? Мы говорим, как the straw that broke the camel's back. Не знаю, как сказать. Это стало последней каплей для Джима Мэттисса. Да, я думаю, что главное, это как Трамп общается к союзникам. Твиттер, да. Да, пишет об этом через твиттер о многих решениях. Я думаю, что это была главная противоречия. И Мэттисса в течение двух лет, он всегда, всегда, всегда старался убедить президента в важности союзников. Наверное, он просто устал. Эндрю, а что вы думаете, вот высказываются такие, например, здесь, в США, высказываются такие мнения о том, что на самом деле, да, Сирия, вывод войск из Сирии, это такой повод, да, последняя капля. Но основная причина, да, о которой в том числе, например, Мэттис пишет в своем вот этом письме, заявлении об уходе, это то, что Трамп, ну, что называется, проморгал отношения с Китаем и Россией, да, допустил их усиление, да, и усиление их вот этих вот авторитарных настроений. Хотя, в принципе, ну, Трамп же продолжает выстраивать довольно такие отношения жесткие с Китаем, да, война пусть торговая, да, она происходит сейчас. Ну, вы совершенно правы об этом, это второй главный пункт, по-моему, в письме Мэттиса. И это был Мэттис, который писал стратегии США с 17-го года по безопасности. И, честно сказать, мне не очень лично, мне не очень понравилось это, потому что я думаю, что это, ну, Россия и Китай как большие враги и так далее. Мне казалось просто, это мое личное мнение, что это было немножко слишком. И это правильно, что это было большая противоречие между Трампом и Мэттисом. Так я не понимаю, в чем претензия у Мэттиса к Трампу с точки зрения внешней политики? Потому что, с одной стороны, мы понимаем, что, да, там была провальная встреча Трампа в Хельсинки с Путиным, но, с другой стороны, последовательно вводятся санкции и так далее, так далее. Может быть, Мэттис знал что-то, чего не знаем мы? Извините, я не понял вопрос. Я говорю, что, может быть, Джеймс Мэттис знал что-то о политике Трампа в отношении России, что мы не знаем и не видим, потому что внешне продолжаются санкции против Российской Федерации, да, там продолжается какой-то курс, который был принят при Обаме, он, в принципе, не изменен. Ну, скорее всего, это благодаря усилиям конгрессменов, естественно, но тем не менее. Как вы думаете, что в российском направлении, трамповском, не нравилось Мэттису в первую очередь? Ну, честно сказать, я не знаю. Я знаю, что, в принципе, у Трампа имеются разные позиции по России. Ну, то есть Мэттис более радикально, да, выступает? Более, более, как сказать, более, как сказать... Жестко. Да, точно, точно. Хак. Хак, окей. Да. У него, да, как сказать, твердая линия. Более твердая линия по России и более твердая линия по Китаю. Но если Трамп или Мэттис знают что-то, что будет в течение следующего месяца по России, ну, не знаю. Я думаю, что есть достаточно причин для него уйти из администрации без этого. Эндрю, как вы думаете, мог ли Джеймс Мэттис, сейчас спекуляции начнутся, простите меня за этот вопрос, но мы с Денисом обсуждали это до эфира, мог ли министр обороны США быть причастным к этому анонимному тексту в газете New York Times, если вы помните, когда была опубликована огромная статья о том, что внутри Белого дома работают люди, которые не согласны с политикой президента. Но вот Денис, например, он сказал мне, что, слушай, прям похоже же, похоже письмо Мэттиса и тот текст в New York Times, но есть там, конечно, вещи, которые совпадают. Простите меня за этот немного желтый вопрос, но я не могу его не задать, как вы думаете? Ну, все возможно, конечно, но я сильно сомневаюсь, что это был Мэттис, просто потому что я думаю, что он очень порядочный военный человек. И мне бы казалось, что это напротив его характера. Но это еще, безусловно, я не знаю, кто писал этого. Ну, я вас поняла, да, прекрасно. Если продолжать тему того, кто бы все-таки мог стоять за этим письмом, как вы считаете, кто следующий на вылет в Белом доме? Уходит глава аппарата Джон Келли, уходит представитель США ВОН Ники Хелли. Вот сейчас мы узнали, что уходит Джеймс Мэттис. Кто еще остался у Дональда Трампа из тех людей, кого он еще может выгнать? Либо этот сам человек решит, что пора уходить. Я не думаю, что госсекретарь Памплея собирается уйти. И я тоже не думаю, что главный советник национальной безопасности Джон Болтин собирается уйти. Но я думаю, что они обе не согласились с решением по Сирии. Они обе не согласились, да? Да. Но Мэттис, он был в администрации уже два года. Большой срок. В этой администрации это огромный срок. Но, например, Памплея это меньше, чем год. И даже Болтин еще меньше. Я думаю, что главный друг отставивших членов команды по внешней политике и вопросам безопасности, я думаю, что они будут там оставаться. Да, будут оставаться. Ну а среди вероятных кандидатов на должность следующего шефа Пентагона, из кого будет выбирать Дональд Трамп? Кого бы вы могли назвать потенциальными кандидатами? Да, есть ли вообще кто-нибудь, кто мог бы сейчас взять и возглавить Пентагон, на ваш взгляд? Ну, честно сказать, я не знаю. Я бы думал, что Трамп ожидал этого. И даже, может быть, Трамп, он сам собрался уволить Мэттеса. Но, как я сказал с начала нашего разговора, это не был большой сюрприз, что Мэттес уходит от администрации. Вопрос был просто, когда. Но если Трамп ожидал этого, потом он должен был готовить соглашение с новым человеком. Ну, мы видели то, что случилось после уволки Джона Келли. Я пока даже не видел имена. Поэтому это, по-моему, еще большая загадка. И я думаю, что это будет трудно убедить кого-то это делать. Да, вот интересно, что как раз американские СМИ, по-моему, не высказывают, пока еще даже опасаются предлагать потенциальных кандидатов. Никаких имен я тоже пока не видела. Но единственный вывод, который сейчас уже делается, он заключается в том, что трамповская дружба, скажем так, с генералами, которая вначале была для многих таким показателем большого, не знаю, ну вот разумного подхода Трампа к тем или иным решениям. Вот эта дружба с генералами, которая очень нравилась республиканцам, вот таким, как Линдзи Грэм, да, ястребом в Конгрессе и Сенате. Эта дружба, все, она завершилась на Мэтисе. Благодарю вас, Эндрю. Эндрю Качинс. Спасибо большое. Политолог был у нас с нами. Я, по-моему, слово Трамп и дружба, это немножко противоречие. Но я серьезно говорю. Может быть, сначала у Трампа была какая-то любовь или фантазия по генералам. Ну, смотрите на то, что случилось. Все генералы ушли или уволили. И вообще у него нет Трампа. Это он не человек с много друзей, от того, что я знаю. И да, господин Сэшн, у них была дружба. И потом это было, у нас были катастрофические, лишние отмечения. После того, как Сэшн решил не принимать участие в расслаблении. Да, там была личная обида, это было очевидно. Так что нет друзей у Дональда Трампа, сказал нам Эндрю Качинс. Эндрю, благодарим вас за участие в эфире. Политолог, да, профессор Джордж-Таунского университета. Спасибо большое. Благодарим вас. Да, Кать, ну вот тут интересно отметить, что действительно, это такой рубеж, да, двухлетний рубеж, когда у Дональда Трампа меняется, практически полностью обновилась команда. Если вспомнить, те люди, которые начинали два года назад, после инаугурации, да, с Дональдом Трампом, уходит Келли, уходит представитель. Ну, во-первых, Тиллерсон ушел, если мы так немножко покопаемся в истории. Уже все забыли этого человека, обратите внимание, да. Да, сколько, господи, сколько эфиров мы посвятили Рексу Тиллерсону, его возможным связям. Ждали отставки, возможно. Между прочим, с Россией, поскольку он был, значит, руководителем «Эксон Мобил». И вот это вот противоречие и конфликт интересов. Ах, кем будет Тиллерсон на посту госсекретаря? Да никем он не будет на посту госсекретаря. Он скоро будет уволен, ребята, успокойтесь. Поэтому мне кажется, что, в принципе, да, осталось два года до выборов. И интересно будет теперь думать не о том, кого назначит Дональд Трамп вместо, например, того же Мэттиса, кого он назначил вместо Келли, там, кого он назначил вместо Сэшнса, а подумать о том, кто из этих людей, уволенных, теперь захотят как-то отыграться и вернуться в политику на коне. Потому что, послушай, тут же очевидно есть серьезные противоречия в республиканской элите. Обрати внимание на выступление Линдзи Грэма, на человека, который, в общем, является таким, что ли, ну, старожилом, таким столпом республиканской партии, там, ближайший друг Джона Маккейна, один из немногих таких влиятельных республиканцев, оставшихся немолодых в Сенате. И вот он выступает и говорит, это большая ошибка о выводе войска из Сирии, это ошибка в стиле Барака Обамы, а у республиканцев-ястребов это самое большое вообще оскорбление, которое можно себе придумать и представить. И поэтому, как бы, естественно, не хочется сейчас заниматься спекуляциями, но, однако же, есть очевидные вещи. То, что раньше себе не позволяли республиканские законодатели, считая, что надо сохранять хотя бы видимость согласия внутри партии, то сейчас прямая критика, прямое недовольство. Кстати, Грэм, я тебе уточню, что Грэм, кроме того, что он высказался в Твиттере, он еще и призвал устроить слушание и вообще разобраться в Сенате по поводу того, стоит ли выводить действительно войска из Сирии. Да, обратите внимание, что это не только, между прочим, мы сейчас забыли об этом, но это важно, мне кажется, подчеркнуть, что это не только касается сирийской проблематики. Это, например, касается Саудовской Аравии, Денис, с которой Дональд Трамп хочет дружить, и перед которой у Дональда Трампа есть обязательства, для которого Саудовская Аравия является принципиально важным партнером. А тут сенаторы говорят, нет, извините, у них тоже, конечно, свои мотивы и так далее, мы сейчас не об этом, мы говорим о расколе внутри республиканской консервативной элиты в Америке. И вот эта история с, во-первых, слушаниями по Саудовской Аравии и Йемену, когда республиканские законодатели настаивают на том, чтобы разобраться вообще, надо ли Америке участвовать в этой кровопролитнейшей, жуткой, совершенно чудовищной операции Саудовской Аравии. Во-вторых, мы видим вот это вот абсолютно несогласие с политикой президента в Сирии. И мы видим неодобрение увольнения Мэттиса. Конечно, для вот этой элиты республиканской уход генерала, которому они могли доверять, которому они понимали, знали, они могли предсказывать его действия, это очень тяжелая история. Что же касается России и ее реакции, да, ты процитировал Пескова, а мне кажется, интересно еще, и вот на самом деле Вашингтон-Пост уже цитирует, двух российских политиков. Один это Алексей Пушков, известный нам законодатель, он же телеведущий. И Пушков как раз пишет, что, дескать, непонятно, кто придет на смену, это тревожно. Но вот есть, например, Константин Иосифович Косачев, который тоже знаменитый российский законодатель, в прошлом Думский, сейчас он, по-моему, в Совете Федерации, бывший руководитель Россотрудничества, который как раз пишет, что, а не взглянуть ли нам на это с позитивной точки зрения, что Мэттис уходит, и, может быть, подтверждается курс, который Трамп заложил. В общем, Россия на самом деле, вот если как-то попытаться резюмировать, я понимаю, что я много говорю, как обычно, уж прости меня, ради бога. А, значит, если резюмировать, можно сказать, что, в принципе, вот эти процессы, которые происходят сейчас в Белом доме, которые связаны, например, с выводом войск Соединенных Штатов из Сирии, затем увольнением Ястреба Мэттиса, очевидно и абсолютно принципиально антироссийского, все эти процессы, конечно же, не могут не радовать Кремль. В этом нет ничего плохого или хорошего, это просто факт. И, опять же, следствие, это радость, например, для Роберта Мюллера, да, и вот эти вот... Трамп, по сути, играет на руку Кремлю, если говорить, называть вещи свои плохие. Ну, тут, конечно же, все мы... Вот мне хочется как бы избавить нас с тобой и наших зрителей от спекуляций. Вот, значит, когда мы говорим о расколе внутриреспубликанской элиты, он может быть подтвержден миллиардом заявлений, текстов, публичных и так далее, уступлений людей, которые критикуют президента и говорят словами. Когда мы говорим о Раша Гейт, то у нас нет фактов, поэтому мы не будем сейчас связывать. Конечно, слушай, вот это все, все действия Трампа, его провал в Хельсинки, тот факт, что он, значит, слушает Владимира Путина, но не хочет слушать свои спецслужбы, множество подобных там выводов из войска Сирии, это все вместе создает впечатление, что человек немного противоречит курсу, который раньше был, мягко говоря, немного, который раньше был избран Соединенными Штатами в отношении России, и курсу, который избрали и поддерживают американские законодатели. Но это не доказывает никакого сговора. Честно, никакого сговора пока не доказано. Это важно понимать.